Я считаю предателем Кудрина, который вывел все наши авуары, все наши денежные средства, включая золотовалютный запас, за рубеж. Я считаю предателем Зурабова, который уничтожает социальные гарантии в стране. Я считаю предателем Касьянова, который соучаствовал в создании этой новой налоговой системы, которая уничтожила отечественные бизнесы. Я уж не говорю про Гайдара, про Чубайса, я не говорю про Ельцина. И я удивлен, как себя ведет президент Российской Федерации. Потому что до сих пор у меня внутренние какие-то сомнения. Он говорит, даже в личном общении, абсолютно правильные вещи. Все, что он делает, прямо противоположно его собственным словам. Возникает впечатление, что власть ничтожно слаба, и поэтому всякого рода мразь заполонила все эшелоны этой власти. Я считаю, что это власть либо коррупционеров, либо предателей. Поэтому мне безразлично, что они делают. Все эти силы, которые всегда были враждены России, они сегодня оживились. Но проблема-то не в них. У России всегда была куча врагов, внешних врагов. Сейчас это международный терроризм. Сейчас это у нас всякие сепаратисты. Всякие, значит, натовцы, американцы, которые здесь диктуют свои позиции. Значит, агентура от Израиля заканчивая до Европейского Союза. Все те, кто считает возможным заполонить пустоту, образованную предательством нашей власти, они все уже у нас появились. Но в чем проблема? В них, что ли? Нет, не в них. В нас проблема. Мы до сих пор смотрим на это все, сидя на кухне, жуем при этом ночборщик, говорим, да, о суки. Ты что, злоздузъехал, чи что? Ты что, злоздузъехал, чи что? Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?